Эксперты дали советы по защите от кибератак. Более четверти всех киберинцидентов в мире так или иначе связаны с вирусами-вымогателями, которые не только могут вывести деньги пользователя, но и парализовать работу бизнеса. Скованные одной сетью, известием рассказали о связях хакерских группировок всего в мире технологиями взлома кода владеют несколько десятков тысяч человек. По словам ведущего андерайтера отдела страхования финансовых рисков компании AIG, российская дочка AIG Петра Дорофеева, чтобы избежать негативных последствий, не стоит открывать вложения и переходить по ссылкам в письмах, которые поступили на личную или корпоративную электронную почту с неизвестных адресов. Также не стоит скачивать нелицензионные программы, так как загрузка таких приложений может обернуться тем, что пользователь поймает вирус-вымогатель, пишет РИА Новости. Опасны вирусы, перенесенные с внешних устройств, например при подключении к компьютеру смартфонов или флешек, которые необходимо проверять. Вместе с этим эксперт советует не забывать обновлять лицензионное программное обеспечение в области кибербезопасности на всех имеющихся гаджетах и компьютерах. Особое внимание необходимо уделять безопасности при передаче личных данных компаниям. В том числе государственным. Перед тем как это сделать, стоит убедиться, что организация действительно несет ответственность за полученную информацию и принимает меры, необходимые для ее сохранности. В конце апреля зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал три главных основных направления в сфере киберпреступлений, совершаемых в России. По его словам, в первую очередь это атаки, качество и количество которых только растет. Следом идут утечка данных и мошенничество, в особенности связанное с методами социальной инженерии. При этом эксперт отметил, что так называемый фишинг кража конфиденциальных данных через рассылку электронных писем от имени государственных учреждений, финансовых организаций, представляет наибольшую проблему. На подобную уловку попадаются около 27-30% офисных работников в России, что является весьма высоким показателем.